всем привет на моем канале недавно у меня был обзор вот этих вот крутых плоскогубцев классных современных технологичных плоскогубцев в данном случае они у меня под брендом люк стул с люк стулс немецкий бренд вот но они у меня получается время в обзоре я говорил что эти плоскогубцы есть и под брендом нвс и под брендом гросс возможно еще под кучей других брендов которые мы не знаем потому что по всей видимости не делается на одном заводе но потом какие-то фирмы заказывают у них скажем этим рукояти гравировку и скажем продают их уже под собственной маркой значит получается ну от этого скажем круто с этих плоскогубцев качество не не страдает они мне по-прежнему нравится я ими уже потихонечку пользовался я сейчас просто опять для видео упаковал в упаковку я уже конечно и в обзоре ими уже кусал гвозди я и так по мелочи по дому пользовался но вот сейчас я уже специально держал упаковку для вот этого обзора чтобы уже так сказать показать все эти этикетки все как положено и уже потом я эту упаковку выкидываю они у меня отправляются в мой домашний ящик с инструментами где конечно не уже будет достойное место значит вот второй представитель этой линейки не линейки этой фирмы это вот такие вот такой вот ключ но это некий аналог разводного ключа в каком-то смысле похож на книпиксовский но тут своя технология и кстати опять же хочу сказать что точно такой же самый ключ я видел с только не люк стулс а нвс один в один отсюда у меня опять же выходит мысль что именно и то есть все те же маркировки все что опять же это все делается на каком-то заводе а вот эти фирмы просто ставят на них свои рукоятки и просят нанести свое лого и продают уже под собственной маркой ну и понятно картонная упаковка тоже своя значит но опять же повторю что это на качество не влияет ну что завод один и тот же немецкий он их делает а просто уже извините какие там рукоятки кто какие поставит это думаю уже большие проблемы нет тем более насколько я понял что продукция люк стулс в тех же самых инструментах несколько дешевле чем нвс не принципиально но все же а если получается вы покупаете одно и то же только просто другого цвета рукоятка именно цвета даже качество у нее тоже самое вот то то о чем говорится собственно чем тогда говорить значит конечно же лучше купить эту же вещь за несколько дешевле значит начнем с упаковки потом снимем ключ и поговорим про ключ значит упаковка я еще кстати видео говорил про плоскогубцы вот здесь есть некие звездочки здесь 4 звездочки говорят об уровне комфорт здесь 5 звездочек говорят об уровне профессионал ну видимо чем больше звезд тем лучше но мне честно говоря кажется что как что-то эти плоскогубцы все-таки не достойны быть ни уровня комфорта уровня профессионала плоскогубцы реально крутые но не знаю как по почему так фирма решила но вот такое дальше там идет маркировка 541 526 вот но и здесь по картинке давайте посмотрим значит это формат 250 миллиметров имеется ввиду длина chrome ванадий и это хорошо это круто это так и должно быть здесь просто видимо система показывается что как они плавают и made in jomany с обратной стороны опять же смотрим фирма эмил люкс гамбург энд компани значит там в общем адрес какой-то немецкий штрих-код ну и маркировка не знаю может опять плоскогубцев и плоскогубцев скорее всего не плоскогубцевые ключа скорее всего вот этот вот значит и кстати мне таки не ответили в том видео вот вы видите на этих упаковках есть сзади вот такие вот кружочки кто-то там не сумничал кружочки на которых нарисована вот такая тележка видно что этот кружочек выламывается вот его прямо сейчас могу даже раз 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 и выломать вот то есть как некий жетон на упаковку она никак не влияет ее целостность сохраняется она на месте куда этот жетон может их надо накапливать вот кто знает может быть снял жетон ты можешь взять тележку что ты купил продукцию ты ее уже берешь может быть там кидаешь вот я не знаю всякие идеи есть может их надо собирать и потом на какое-то количество ты можешь получить какую-то бесплатную доставку или еще что-то 10 жетона у тебя есть значит твою продукцию могут тебе домой отвезти вот кто знает это какие-то немецкие приколы вот это не связано с транспортировкой в как там кто-то мне написал это транспортировка что тележка перевозить означает это понятно любому вот что конкретно ведь он легко выламывается на упаковку не влияет но тем не менее где-то он как-то вот то лишь тут собирать то ли это ладно но это про жетон теперь поехали дальше по этим самым по по ключу значит и удобно что можно снимать и одевать значит кстати тут еще картиночку которую мы дальше посмотрим видите да ключ хватает какой-то вот кран и там закручивает и вода течет по всей видимости или это потерлась не пойму значит то есть помогает в сантехнике значит давайте посмотрим на ключ благодаря вот этой штуке похоже как будто это глаз и какая-то вот рептилия так рот открывает а ну реально да скажем у меня есть подобные ключи вот на природа книпекса глаза нету и поэтому он не похож на мы сейчас эти с книпексом сравним значит дальше что здесь написано power max вот такая вот стрелочка туда-сюда вот здесь у нас как шутом написано а пресс нажать пресс по ну понятно здесь золинген опять же made in jomani chrome ванадиум с обратной стороны от 0 до 50 миллиметров здесь опять стрелочка говорит что верхняя половинка головы ходит но такая прижимающая штучка ну собственно и все рукоятки рукоятки мне нравится здесь не трубочки как на дешевых книпексах бюджетных мне кстати книпексы я предпочитаю только вот их двухкомпонентных ручках вот потому что там где трубочки которые они и слазят и она выглядит не солидно здесь такая жесткость и сцепление лучше когда руки скользкие то есть здесь конечно в этом плане значительно лучше значит в этом я кстати кобра 250 и вот кстати можно по длинам сравнить сопоставимы по размерам значит убираем мы будем сравнивать все-таки с разводным ключом те кто не понял у кобры здесь вот такой захват больше трубный а здесь именно плоский для того чтобы именно деликатные гайки крутить и не срывать у них грани а то покупаешь дорогую фирменные какие-то сантехнику и берешь какой-то коброй закручиваешь и уродуешь до латуни снимаешь хром вот значит ручки вот такие мне нравится рассветка синенький такой темно-серый и светло-серый серебристый то есть назовем их трехкомпонентами то есть потому что есть три элемента раз два три на рукоятках написано made in jomani на обоих ну и вот такие вот зацепы точно такие кстати зацепы есть на плоскогубцах но не на вот этих или для электриков а на простой версии и на нвс и на гроссах они предназначены для того чтобы сюда первое либо одевать распорку которая вот так вот будет позволять плоскогубцам все время расходиться либо такая штука которую на шею цеплять или на цепочку чтобы их не потерять то же самое здесь для распорки не знаю как она тут слишком большой шаг но вот чтоб не потерять чтобы там где-то их вешать то но такая одевается штука там типа на цепочки значит я думаю она для этого нужна но такие симпатичные гром ванаде все как положено вот планки но тут у книпекса под торкс а у здесь у люк стула и инвеса под крестик крестовая но теперь суть этого ключа состоит в том что мы прижимаем выбираем нужное нам положение захватываем гайку и крутим теперь смотрите вот эта верхняя голова она ходит кстати тут есть такое чуть-чуть такое повреждение я уже такими их получил в магазине они уже такими были но я думаю но не играет никакой роли на непосредственно на эксплуатационное качество значит подвижная голова она нужна для чего вот это я сам разобрался магазине мне продавец профессионально не смог это объяснить не знал значит смотрите у книпекса вот этот вот разводной ключ вы видите у него губки все время параллельны параллельные не благодаря тому что рукоятка и вот эта часть состоят из двух частей то есть вот так мы ходим-водим видите вот этот язычок вот тут вот двигается но рукояти все время параллельны в результате чего мы можем как бы спокойно да там захватывать гаечку чуть-чуть много взял вот и она всегда будет параллельно вот и крутим а вот у этого ключа вот эта губка и рукоятка является единым целым и вы понимаете что при зажимании при смещении она все время витя у меняет угол здесь угол не меняется то есть все время параллельно остается здесь меняется для того чтобы сохранять параллельность между между сторонами чтобы хорошо зажимала сделали вот эту голову подвижной то есть мы получается так развиваем и голова соответственно ею так так и так но приблизительно идея понятно вот то есть как бы в этом плане вы получена большая жесткость вот этой рукоятки и еще другое преимущество которое сейчас чуть позже скажу вот ну как недостаток что но вот так подвижная но хотя вот этот ключ он сильно скажем тарахтит вот эта вот система она слишком вот такой вот понимаете вот вот здесь же как-то благодаря этому тарахтения нету есть здесь такое но не сравнить значит ну и второе преимущество в том но говоря сейчас вам скажу дело в том что книпекс вот этот вот это у меня 180 он может расходиться максимум на 35 но по моему может даже 36 но официально 35 миллиметров 35 то а 250 книпекс то есть такого размера как этот ключ может расходиться на 46 то вот этот ну вы уже сами видели на 50 расходится я кстати промерял проверял штангенциркулем действительно ровно 50 миллиметров то есть у него максимально этот развод губок вот сейчас 50 то есть все таки извините меня 46 и 50 в одном и том же размере это роль играет вот и не так тарахтит значит ну и получается вот если мы берем значит подбираем и гаечку тут особенностью этого ключа у него меньший шаг чем у тут чем у книпекса книпекса чем лучше хорошо чаще вот эти зубчики идут можно более точно подгонять здесь конечно более таким широким шагом вот ну и все вот вы видите захватили то есть особенностью является то что гайку надо максимально прижимать к этой стенке чтобы кончиками не было вот такой ситуации то есть вот сюда и тогда не параллельно и все мы можем крутить спокойно и кстати есть еще один какой-то положительный эффект когда мы часто крутим я чуть-чуть отпускаю и она вот видите сама голова захватывает сейчас вернее надо раскручивать тогда вот раз раз но это при закручивании лучше видно давайте тогда раскручу и буду закручивать руками наживлю значит вот мы захватываем так прокрутил отпускаю сейчас раз голова как-то вот сама запрыгивает сейчас немножко мало витков резьбы не сильно это видно на большем количестве это будет виднее раз 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 вот голова как-то сама так пытается заскочить вот такой вот ключ ну и так сильно или вот возьмем чуть большего размера то есть тоже подбираем бывает сразу не удашь тоже много давайте так вот так нормально берем ну или так раз вот здесь кстати видно как работает голова видите она прям все время как заскакивает даже сама на этот самый я чуть-чуть отпускаю и она заходит чуть-чуть отпускаю она заходит вот а у книпекса кстати этот момент хуже и потому что вот мне вот раз и мне надо очень хорошо раскрыть руки а мне даже кстати вообще не раскрывается мне надо вот так вытащить вот видите не хватает зева для того чтобы это максималка ну а если так а так не захватывает то есть вот такой кстати выявился интересный момент то есть видите вот я кручу и мне чтобы я распускаю рукоятки это максимально я не могу так вот захватить ну что губки неподвижны может быть это не будет работать меньших размеров но возможно потому что скажем это ключ 180 вот раз раз нет тоже распорка тоже распорки не хватает раз не хватает распорки чтобы прокрутиться вы видите какой интересный момент то есть это кстати сейчас обнаружил снимая это видео то есть мы вот так вот крутим вот раз то есть не надо вытаскивать ключ и насаживать вытаскивать видите да вот я кручу раз и я не могу вот но не проворачиваться потому что это максимальный зев здесь слишком маленький а вот в этом ключе давайте подгоним под этот размер я это могу спокойно делать вот я кручу раз да смотрите ну или назад раз раз чуть-чуть раскрываю и спокойно кручу как бы на месте оставаясь вот такое вот преимущество этого ключа над разводным книпиксовским вот у книпиксовского есть свое преимущество что им можно тогда кончиками захватывать а здесь надо гайку до самого конца вот эта особенность и забыл и заболтаешься вы но зато не надо вытаскивать все время ключи насаживать вы видите да малый вход я кстати не знаю может это из-за того что все-таки 180 ключ то есть как бы маленький ход но здесь наверное может это даже и не в размере ключа думаю в большом может быть чуть больше и быстро расходиться а может и так же само просто но не будет но интересно в общем такая особенность в общем вот такой вот ключик неплохой классный и значительно дешевле такого же 250 книпикса с такими же самыми по сути функциями и тоже немецкий золинген made in jomani единственное что у нас вот я не знаю как россии у нас в украине их кроме нашего магазинчика я их как бы особо не видел в продаже вот именно вот это вот люкс тулс но такие же нвс вы можете приобрести конечно кстати они просто забыл поставить цену на нвс таки как она сопоставима с ценой книпиксовского 250 ключа только не путайте не с коброй а именно с разумным ключом он дороже за кобру значительно вот ну вот такое видео надеюсь было интересно всем спасибо за просмотр всем пока до новых видео не забывайте активно комментировать все что вы про это думаете